Очередная проверка готовности сил и средств. Накануне в стране прошла всероссийская командно-штабная тренировка по гражданской обороне. В теории и на практике спасатели, экстренные службы и органы власти всех уровней отрабатывали совместные действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации. О начале тренировки ирбичан оповестили сиреной. Первым этапом ее стала проверка системы оповещения населения. Одновременно в Ирбите были запущены все девять электросирен, расположенных в разных частях города. Ну а дальше для каждой территории в этот день был приготовлен свой сценарий возможного развития событий. В Ирбите отрабатывалось сразу два – разрушение газовой котельной, снабжающей теплом большую часть южной части города в результате нападения условного противника, и крупный пожар в помещениях, занимаемых городским управлением образованием. В первом случае оценка возможного действия различных служб города была проведена, как говорится, в теории. Практическую часть работы выполнило только муниципальное предприятие жилком сервис, развернувшее в бане номер четыре – санитарный обмывочный пункт. На территории города определено 11 спасательных служб. В зависимости от сложности чрезвычайной ситуации могут быть привлечены предприятия коммунально-технического хозяйства, полиция, пожарная часть, сотрудники центральной городской больницы. Ну и координацию взаимодействия будет производить все-таки комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности между этими службами. А вот практика отрабатывалась в здании на советской 100А. Согласно легенде, здесь, на третьем этаже в одном из кабинетов управления образованием возник пожар. Восемь минут потребовалось пожарным, чтобы добраться до места предполагаемого ЧП. Еще 15 ушло на развертывание пожарного снаряжения, а также обследование спасателями помещений в условном очаге поражения. Одного пострадавшего пожарные выводили из опасной зоны. Отметим, что все результаты тренировки проанализируют специалисты МЧС. В случае выявления недочетов, необходимые навыки будут отрабатываться повторно. Ведь, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.